Президент Казахстана Касымжомар Тукаев поручил правительству страны помочь социально уязвимым слоям населения и в качестве разовой акции принять все меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым кредитам. Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане в силу разных причин попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства. Растет долговая нагрузка на многих граждан, снижаются их реальные доходы, люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам, и эта проблема затрагивает жизненные интересы около 500 тысяч. По поручению президента долги будут списаны у многодетных семей, семей с детьми-инвалидами или потерявших единственного кормильца, а также у получателей адресной социальной помощи и детей-сирот. Однако есть несколько условий. Во-первых, на 1 июня 2019 года общая задолженность по займу не должна превышать 3 миллиона тенге. Во-вторых, размер погашаемой задолженности, состоящий из основного долга и начисленного по нему вознаграждением, по состоянию на эту же дату не должен превышать 300 тысяч тенге на одного заемщика. Для более 55% заемщиков, то есть для 250 тысяч человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение. Что касается остальных заемщиков, что будет погашена часть долга в размере 300 тысяч тенге, это станет существенной поддержкой им в восстановлении платежеспособности и снижении долговой нагрузки. Кроме этого, по словам президента, для всех остальных казахстанцев, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года. Такое списание долгов на 70% будет осуществлено за счет самих банков второго уровня и микрофинансовых организаций. Сложившаяся ситуация с потребительскими кредитами не должна повториться больше. Для ее предотвращения национальный банк обязан принять жесткие меры регуляторного характера, усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезвычайных рисков. Уже сегодня в Нур-Султане состоялась пресс-конференция профильных ведомств, ответственных за выполнение указа президента. Как пояснил первый заместитель премьер-министра, министр финансов Алихан Смаилов, государству потребуется 105 миллиардов тенге на погашение кредитов населения. К тому же на конференции пояснили, что заемщикам не нужно сейчас идти в банки. Ведомства уже начали сверку всех данных, но на это может уйти около двух месяцев. Камила Солкомбаева, РТН.